Новости Забайкальского края, Бурятии, Иркутской области, Калмыкии, Китая, Монголии и Якутии вновь в эфире. Это программа «Восточный альянс». В студии для вас работает Марина Пожедаева. И сейчас я познакомлю вас с новостями Забайкальского края за минувшую неделю. Здравствуйте! В одном из домов частного сектора в СНТ Ручейки произошла утечка бытового газа. Взрывной волной жилище буквально разорвало по частям. В этот момент в доме находились пожилая женщина и 14-летняя девочка-подросток. Пострадавшие были тут же эвакуированы медиками. Мой коллега побывал на месте происшествия. Этот двухэтажный дом теперь не подлежит восстановлению. Стены и второй этаж разорвало взрывной волной после утечки газа. Внутри в этот момент находились пожилая женщина с внучкой. Чудом обе остались живы. Женщина у нас доставлена в краевую клиническую больницу. Сейчас осмотрена медицинскими работниками. Состояние удовлетворительное. Вероятно, будет отпущено домой. Ребенок доставлен в краевую детскую клиническую больницу с рано ушибной раной спины. Также осматривается специалистом и принимается решение о дальнейшей тактике его лечения. Хлопох случился в обед. Соседи тут же бросились помогать пострадавшим и вызвали все оперативные службы. Мы позвонили в 112, вызвали МЧС. Конечно же, начали спрашивать соседи, кто в доме. Девочка Лиза была, ей 14 лет. Она очень сильно испугалась. Мы у нее спросили, кто в доме. В доме была бабушка. Бабушка вышла из дома самостоятельно. Слава Богу, с ними все хорошо. На месте работают МЧС России, сотрудники ОВД, также администрация Забайкальского края, администрация Чинского района. Причина хлопка устанавливается. С задней стороны дом выглядит еще плачевнее. Стену вынесло на несколько метров. По всей видимости, именно здесь и находилось газовое оборудование. Осколки бетона и стекла разлетелись по всему двору. Это видно по пробитому насквозь бассейну. В службе МЧС говорят, что дом чудом не сложился полностью, как карточный. Было предварительно установлено, что в результате внештатной работы газового оборудования, дом тут оборудован газгольдером, который находится на самом участке, ну и, соответственно, отопительное оборудование, газовая плита в доме. То есть взрыв произошел в доме, в результате чего произошло частичное разрушение. К счастью, обошлось без жертв. Следком Забайкалья начал доследственную проверку. Дом восстановлению не подлежит, так как разрушены несущие конструкции и кровля. По словам Алексея Сергейкина, правительство края поможет восстановить документы пострадавшим. Вопрос с дальнейшим размещением людей будет решаться в ближайшие сутки. Пока и бабушка, и внучка находятся в больнице. Григорий Анипер, Никита Дроздов, Восточный альянс, Забайкальский край. Живут в ритме нескончаемого марафона уже больше полугода. Команда ЗБГУ «Безграни» неожиданно даже для самих себя уверенно двигается в первой лиге КВН. Сборную основали в январе, а участники уже на равных конкурируют с опытными коллегами из России и Казахстана. Подробности их творческого пути расскажет Григорий Анипер. Егор Дубцов, руководитель команды КВН «Безграни» и студенты ЗБГУ создали сборную буквально в январе, а уже успели выйти в первую лигу, на всероссийский и даже международный уровень, пройдя в полуфинал. В первой лиге телевизионная, крупная, большая лига. В ней собираются команды со всей страны, буквально от Владивостока до Калининграда. Даже из Казахстана была команда. Все ребята студенты, молодые, объединены общей целью. Ну, в общем, крутая тусовка. Все команды сильные, соперники все достойные. То есть там нет такого, что вот это сильное, вот это сильное и вот это сильное. Там было около 25 команд, и все они хороши по-своему. Читинские ребята под руководством опытного Егора феерично пронеслись по двум этапам первой лиги. С многогранным набором талантов им всегда удавалось удивлять судей. Ладно, молодежь Забайкальская, чем удивлять собираетесь? Миниатюра. Лев Лещенко дрессирует свою собаку. Лай-лай, лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай. Ты будешь лаять или нет, старичок? Случай на рынке. Дима, подожди, ну ты же пародист, ну первая лига, как-то поинтереснее можешь объявить, я не знаю. Как Басков, например. Случай на рынке, друзья! И у нас были номера, скажем так, и отдельные боевые единицы, юмористические. Например, Дима Васильев, который пародиями своими заставлял людей аплодировать и селиться. Также делали акцент на меня, потому что, ну в силу опыта просто, я чуть-чуть дольше играю в КВН, чем ребята. На моем образе играем иногда. То есть я беру актерской игрой своей периодически. Но в целом у нас команда разноплановая, мы умеем и петь, и танцевать можем. Острый ум и находчивость помогли забайкальцам выйти в полуфинал лиги, который пройдет между десятью командами уже в сентябре. Сейчас ребята готовятся, придумывают новые шутки и номера, чтобы не просто приехать, а пройти сразу в финал. Будет три конкурса. Первый классический приветствие, визитная карточка, потом будет второй конкурс стендап капитанский. И третий конкурс будет музыкальный эксперимент, он называется. Буквально вчера мы собирались здесь же, в парке Адара, мы собирались командой вот в той стороне, на лавочках просто. Мы собрались тоже и начали писать шутки просто в таком режиме общения просто. То есть вот так пока что готовимся, пока что лето. Всего месяц остался, чтобы придумать программу, а затем в бой с новыми номерами и шутками. В случае победы в первой лиге они могут попасть в высшую лигу, куда удавалось добраться только основной сборной КВН Забайкальского края. Команда КВН без грани. Поздравляем, ребят! Григорий Анипер, Сергей Миртов, Восточный альянс, Забайкальский край. Это были новости Забайкальского края. Увидимся уже на следующей неделе. Я с вами прощаюсь и передаю слово коллегам из Иркутска. Спасибо, коллеги! Приветствуем зрителей информационной программы «Восточный альянс» в студии телеканала НТС Марина Беклемишева. Сегодня мы расскажем вам о событиях, произошедших в Иркутской области за минувшую неделю. Зооволонтеры Иркутской области бьют тревогу. В этом году в регионе очень много случаев, когда люди избавляются от четвероногих, а именно котят, щенят и взрослых животных жестокими способами. Их не просто прогоняют на улице, а в буквальном смысле выкидывают, как мусор. Звери оказываются в баках для отходов и урнах. Можно ли как-то наказать безответственных прибайкальцев, узнаете в репортаже. Два дня ютились в совке среди мусора. Этим котятам от силы месяц от роду. Их судьба могла бы закончиться трагично, если бы их не спасли зооволонтеры. Как именно четвероногие окатались в мусорной камере, не знают даже местные жители. Но выдвигают разные версии. Трое ребятишек, вот здесь у бабушки, вот дом на углу, они на крыльце продавали. Они 500 рублей, за 500 у вас никто не возьмёт. Вы хотя бы за 100 рублей создайте, чтобы вам мороженое. Ну, напиток какой-то, всё. Ну, вот, а потом я их увидела, я думаю, где котята? Нету. Хотя есть вероятность, что так предприимчивые ребята пытались пристроить уже выброшенных котят, которых нашли в мусорокамере. А туда их могли просто скинуть по мусоропроводу. Ведь возле двери стоит камера. Эту версию подтверждают травмы. У одного из хвостатых повреждена лапа. Сейчас котята на передержке. Их лечат и ищут им новый дом. Но эта история – капля в море. Передержки и квартиры зооволонтеров переполнены хвостатыми. Этим летом идёт страшная ситуация. Безумное количество выброшенных котят, безумное количество покалеченных котят, недотопленных, недодушенных. Что-то очень нездоровое происходит в обществе. Наказать, поймать тоже нереально. Потому что город не оснащён системой видеослежения, видеокамер. А порой и камеры не останавливают тех, кто решил избавиться от нежелательного хвостатого потомства. Так котят и щенят, то и дело подбрасывают на городскую ветстанцию. Довольно-таки часто, практически еженедельно происходит то, что подбрасывают либо в коробочках каких-то котят, либо щенят. Но были такие случаи, когда просто приводили животное, взрослая, половозрелый особь, то есть собака, сука, её на поводке просто привязали к забору, и владельцы ушли, потому что парень поругался с девушкой. При этом в законе прописано, что в случае, если владелец не может больше содержать животное, то он обязан найти ему новый дом или пристроить в приют. А также хозяин должен принимать меры по предотвращению появления нежелательного потомства. Выбрасывать животных незаконно. Но похоже, что безответственным владельцам проще рискнуть и заплатить штраф, нежели стерилизовать животное. При этом от процедуры отказываются под разными предлогами. Я абсолютно не понимаю, откуда идёт такой миф, что кошечка должна родить и что это ей прибавит здоровье. Нигде нет никакой доказательной базы о том, что роды прибавляют кошке здоровье и как-то сказывается в дальнейшем на том, что кошка будет дольше жить. Наоборот, животные стерилизованные живут намного дольше, и у них намного меньше риск развития опухолей, молочной железы, потому что в большинстве случаев это заболевание идёт гормонозависимое. Но даже если владелец не готов кастрировать животное, то можно избежать потомства другими способами. Например, не пускать на самовыгул. Но многие хозяева забывают, что несут ответственность за тех, кого приручили. Дарья Эйвазова, Виктор Черкашин, Иван Волобуев. Новости по будням. Отпускные тенденции по всей стране меняются. Теперь работающие россияне хотят додыхать как минимум 4 недели подряд. Таковы данные недавнего опроса. Что по этому поводу думают иркутяне? Почему потребность в длительном отдыхе растёт? И как работодатели региона относятся к таким изменениям, выясняла наша съёмочная группа. В разгар лета работает без выходных. Иркутянину Александру Медведеву 64 года. И он тренер по виндсёрфингу и по горным лыжам. Поэтому работы у него много всегда. Сейчас, в тёплое время, когда многие обычно уходят в отпуск, у мужчины самый горячий сезон. У нас получается работа каждый день, каждый день, каждый день новые люди приходят. Ну, конечно, бывает устаёшь, устаёшь, потому что всё равно это нагрузка. На этой доске ежедневно катаются тренеры школы виндсёрфинга. Для них это работа, а для меня отдых. Честно, я бы весь отпуск так провела вместо душной редакции. Но в одном многие жители Иркутской области сошлись. Идеальный отпуск должен продолжаться более четырёх недель. Недавний опрос сервиса по поиску работы показал, что каждый четвёртый россиянин мечтает именно о таком длительном отпуске. За меньшее время можно просто и не успеть отдохнуть. Две недели, к сожалению, мы не успеваем отдохнуть, восстановиться. То есть время на три дня, там, только ты вышел в отпуск, три дня тебе нужно, ты собираешься уже на работу. И, по сути, у вас там остаётся небольшая неделя, за которую вы не успеваете ни расслабиться, ни настроиться на новый период работы. На короткий отпуск обычно согласны молодые специалисты. А вот сотрудникам старше 35 лет нужно больше времени для отдыха. И за последний год желающих оставить рабочее время на 3-4 недели стало больше. И это связано также с настроением в обществе. Происходят общие социальные катаклизмы, так скажем. Внешнее давление в виде экономических санкций приводит к тому, что в обществе нарастает напряжение. И один из самых простых и естественных способов снятия этого напряжения – это отдых. По данным кадровых агентств, соискатели сейчас стали чаще обращать внимание на вакансии, где среди условий работы есть продолжительный отпуск. На это стали ориентироваться и некоторые компании. Очень много сейчас говорят крупные работодатели на самом высшем уровне. И это то, что, безусловно, будет развиваться. И то, что будет в том числе мотивировать людей оставаться в компаниях, держаться за рабочее место. То, что на самом деле, конечно, выгоревшие сотрудники – это кандидат номер один на увольнение. Однако, если отдыхать неправильно, даже за месяц отпуска можно и не отдохнуть. Чтобы отключиться от рабочих процессов, нужно отложить каджеты в том числе. И до отпуска лучше решить все свои проблемы, чтобы они вас не побеспокоили. Алевтина Пыстина, Владимир Пинаев. Новости по будням. Такие события произошли в Иркутске на этой неделе. А мы передаем слово коллегам из Элисты. Спасибо, коллеги. Мы приветствуем всех телезрителей международной программы «Восточный альянс» в студии национального телевидения Калмыкии. Для вас работает Наталья Доржиева. Фестиваль лотосов в Лаганском районе покорил сердца гостей Калмыкии. Ставшее уже традиционным мероприятие стало точкой притяжения для туристов не только из других субъектов страны, но и гостей из зарубежья. Подробности у моей коллеги Юлии Шаткаевой. Наполниться энергией природы, почувствовать неповторимый аромат цветущих лотосов, прикоснуться к культуре буддизма, быту и традициям калмыцкого народа гости Калмыкии смогли на уже полюбившемся фестивале лотоса в Лаганском районе. Как отмечают сами жители, полюбоваться цветением священного лотоса приезжают туристы из разных уголков страны и ближнего зарубежья. А это способствует развитию туризма в районе и в республике в целом. Ну, во-первых, конечно, это большое такое важное мероприятие проходит эти дни в нашем районе. Второй год отмечаем фестиваль лотосов. И много очень у нас гостей приезжают посмотреть священный буддийский цветок лотос. Вчера, например, начался с торжественного молиба в нашем Лаганском хуруле. Это возможность прославить наш небольшой Лаганский район и в целом нашу прекрасную солнечную Калмыкию. Благодаря этому событию, я думаю, что много людей в нашей России, много регионов узнают и узнают о нашем районе, о нашей республике. Никогда не были очень впечатлены, очень интересно, очень красиво. И, само собой, то, что сам цветок, который священный для нашей республики, для нашего народа, он цветет здесь у нас. И очень-очень интересно, очень красочно. Масштабное празднование началось с буддийского обряда. Монахи молились за благополучие и здоровье всех живых существ. В этом году на фестивале большое внимание уделили традициям и обучиям региона. Для гостей, желающих познакомиться с буддизмом, была организована лекция и выставка священных реликвий. Также администратор центрального хурула рассказал об истории благословенного цветка лотоса. Здесь же прошли ритуалы освящения рабне, омовения чусоль и подношения золотого напитка серджим. Одним из главных спортивных событий фестиваля стали соревнования по сапсерфингу среди новичков и профессионалов Лагань Сапчеллендж. Участники состязались на разных дистанциях. Самая длинная – 8 километров. В церемонии награждения победителей принял участие глава Калмыкии Бату Хасиков. Руководитель региона поручил сформировать сборную республики по этому виду водного спорта для участия в следующем турнире. Сегодня мы уже проводим такие турниры, как Лагань Сапчеллендж. Именно это название мы используем впервые. Я надеюсь, что данный турнир, данный кап станет одним из самых престижных. Мы, я вам обещаю, постараемся. Хочу благодарить всех организаторов. Хочу благодарить всех тех, кто приехал сюда, в нашу солнечную, теплую Лагань. Соприкоснулись с таким буддийским символом, как лотос. Знаете, что это означает? Лотос пробивается сквозь мутную воду и поражает нас своей красотой, своей чистотой. И это символизирует, что самое главное, нужно всегда верить, нужно стремиться смело к своей мечте. По итогам заплывов определились победители Лагань Сапчеллендж. Среди мужчин на 8-километровом отрезке первым пришел Дмитрий Петров из Волгограда. Он преодолел дистанцию за 48 минут 21 секунду. Среди женщин первая пришла Наталья Новицкая из Рыбинска Ярославской области. Это место нас наградило сегодня очень жаркой погодой. Было настоящее испытание для спортсменов, потому что мы, особенно жители центральной части, не привыкли к такой жаре. Говорят, что сегодня было 43 градуса в тени, что самые жаркие дни. Были интересные гонки, длинная дистанция, техническая, спринт. Приехали очень сильные спортсмены. И, конечно, нам очень хотелось бы побывать на фестивале лотосов, увидеть эту красоту. Ну, в принципе, ради этого мы сюда и приехали. Впечатления самые-самые лучшие. То есть, достаточно много турниров, мероприятий после всего времени посещал. И это одно действительно из лучших. Ну, и отмечу сразу, что первая гонка 8 километров – это одна из самых тяжелых дистанций. В этом году это седьмые соревнования, организация на высоте, подарки супер, замотивировали невероятно. Приехали все, наверное, даже кто не собирался приехать. Очень сильная конкуренция. Напомню, фестивал лотосов, ставший уже традиционным, прошел при содействии главы Калмыкии Бату Хасикова. В прошлом году он длился 8 дней и собрал более 26 тысяч посетителей. Нынешний выдался не менее насыщенным. Пляжный волейбол, хатха-йога и цигун, запуск воздушных змеев, мастер-классы по каллиграфии, пенные вечеринки, краски холли, концерты местных и столичных групп и многое другое. Но самое главное – это возможность воочию увидеть цветение лотоса. Юлия Шаткаева, Восточный Альянс, Калмыкия. Это все, о чем мы вам успели рассказать. А сейчас мы переходим к новостям из Якутии. Спасибо, коллеги. Приветствуем зрителей информационной программы «Восточный Альянс» в студии телеканала «Якутия-24» Надежда Саханская. Сегодня мы расскажем вам о самых заметных событиях в нашем регионе за минувшую неделю. Якутия вошла в топ-20 регионов России по участию в научных мероприятиях. За прошлый год в рамках десятилетия науки и технологий проведено около 574 мероприятий, в которых участвовало 45 тысяч людей. Среди них немалую часть занимает фестиваль «Наука-0+,», который посетили 16 тысяч якутиян. Как сообщили в региональном Минобре, основные силы по развитию науки в республике были направлены на региональную систему координаций и обновления научных исследований. Напомню, что президент России Владимир Путин объявил десятилетие науки и технологий с 2022 по 1931 годы. Основной задачей является привлечение молодежи в сферу науки и технологий и вовлечение исследователей для решений важных задач. Ежедневно в стенах Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы принимают более 200 пациентов и проводят 10-15 операций на глазах. Современное оборудование и квалифицированный персонал позволяют сократить время ожидания приема и время на оперативное вмешательство. Подробнее о работе офтальмологов смотрите в следующем сюжете. Трудно себе представить полноценную жизнь без зрения. Благодаря глазам мы воспринимаем окружающий мир и, как любому другому органу, глазам необходима забота и лечение. В Якутской республиканской офтальмологической больнице ежедневно помогают пациентам с проблемами зрения. Больница оснащена современным оборудованием, благодаря которому специалисты могут проводить сложные офтальмологические операции. Врачи-офтальмологи уже проводят здесь, на территории республики, такие операции, как кератопластика, это трансплантация роговицы, это помощь детям, что немаловажно, с врожденной катарактой. Теперь детям не надо выезжать за пределы родной республики, а получать помощь здесь. Также мы продолжаем оснащать новым медицинским оборудованием наши кабинеты. Наши 9 филиалов в районах республики в этом году получили новые фороптеры, авторефрактометры, бинокулярные рефрактометры, которые позволяют диагностировать раннее осложнение заболевания глаз и вовремя назначать лечение. За последние несколько лет в больнице увеличился штат сотрудников и произошло полное обновление высокотехнологичного оборудования, в том числе и отечественного производства. К примеру, операция по удалению катаракты длится менее получаса, а для того, чтобы выписать очки, пациенту требуется всего пара минут. Все это позволяет принимать в день до 200 пациентов. Сейчас в поликлинике полностью обновился парк щелевых ламп. Прошли фирмы Carl Seis. Диагностическое оборудование улучшается. Оптические когерентные томографы приехали новые. И лазерное оборудование тоже у нас обновляется. На лазерном оборудовании, которое у нас стоит в поликлинике, то есть по головокомам и катарактам, в день у нас идет где-то от 10 до 15 операций. Особого внимания заслуживают юные пациенты, для которых в больнице создано специальное отделение. Аппаратное лечение у нас проводится всевозможными методами. Методами электростимуляции, лазеростимуляции, магнитостимуляции. Привлекаются разные виды физиолечения. А также в видео всевозможные варианты. Компьютерные специально подобранные программы на разных световых режимах. В условиях раздельного поля зрения. Ну, то, что требуют специфики при косоглазии, при амболиопии. Врачи Республиканской офтальмологической больницы помогают не только пациентам из республики. Уже больше года офтальмологи из Якутии периодически выезжают в Донецкую Народную Республику. А в июне месяце в городской больнице города Кировская был открыт филиал Республиканской больницы. Недавно врачи побили свой собственный рекорд и на сегодняшний день провели уже более тысячи выездных операций. Александр Хавренко, Джилус Иннокентьев, Якутск. Что ж, это были наиболее интересные темы недели на телеканале «Якутия-24». Ну, а мы передаем слово международному блоку новостей. У Монголии прошел ежегодный культурно-религиозный праздник Даншик на Адам Хуре Цам, являющийся одним из основных туристических мероприятий страны. На нем жители и гости Оан Батора смогли увидеть конные скачки и ритуальный мистический танец Цам, который, по словам верующих, призывает божества и отгоняет злых духов. После этого прошел религиозный ритуал «Сорзалах», который избавляет от различных бедствий и болезней. Многие верующие записывали на листке бумаги то, от чего они хотели бы избавиться, и вместе с подношениями сжигали на костре. А после для всех прошел концерт. В этом году в празднике принимали участие ученые, артисты и борцы изнутренней Монголии, Бурятии, Тывы и Калмыкии. Добрый день, уважаемые галеки и телесрители программы «Восточный альянс». С вами на связи китайский телеканал «Сичи Тин Русский» и я, ее ведущая, Фужао. Универсиада успешно завершила свою работу в китайском Чэнду во время спортивного события. Для студентов этот город в эти дни превратился не только в площадку состязаний и культурного обмена, но и стал примером использования самых современных решений и одновременно сохранения традиций древних китайских архитекторов. О том, как в объектах студенческих игр прилились все прошлое и настоящее, в нашем следующем сюжете. Круглая золотая пластина с орнаментом, изображающим солнце и бессмертную птицу. Одна из знаковых археологических находок, сделанных в провинции Сычуань. Артефакт возрастом около трех тысяч лет обнаружили в 2001-м в зоне раскопок Цзиньша на территории современного Чэнду. Считается, что орнамент отражает представление людей того времени об устройстве Вселенной. В наши дни он стал одним из главных мотивов универсиады, которая проходит сейчас в Чэнду. Так, орнамент изображен на крыше стадиона Дун Ань, где проходила церемония открытия студенческих игр. Купол стадиона состоит из 12 540 фрагментов цветного стекла. Каждый фрагмент имеет уникальный QR-код. Это значительно упростило сборку конструкции. Еще одно изображение солнечной птицы находится внутри, под куболом стадиона. Оно сделано из звукопоглощающей мембраны. Изображение обеспечивает уникальный опыт для зрителей, когда они следят за играми на стадионе. Поклонение солнцу нашими бритками совпадает с нашим стремлением к мечте сегодня. Главные принципы универсиады в Чэнду – экологичность и устойчивое развитие. Сервис-центр делегации в деревне универсиады – пример дизайна, направленного на сокращение эмиссии углерода и одновременно отсылающего к традиционной китайской архитектуре. В традиционной китайской архитектуре это называется «прохватные аллеи». Учитывая рельеф, мы построили сквозной коридор, который шире у входа и выхода и уже в середине. Он ориентирован с северо-востока на юг, вдоль основного направления ветра в Чэнду. Благодаря форме коридора мы добиваемся ускорения воздушного потока в середине здания. По физике это называется эффектом вентурии. Сейчас мы находимся у входа в коридор. Вы видите, скорость ветра составляет здесь около 0,3 метра в секунду, температура 30,6 градуса. Теперь давайте зайдем внутрь и посмотрим на скорость ветра там. Смотрите, тут скорость ветра намного выше, чем у входа, верно? Интерпретировать и совершенствовать древние знания архитекторов с помощью научных принципов – это возможность продолжать и развивать нашу традиционную культуру. Дизайн-сервис-центра позволяет экономить 70 тысяч киловатт-часов электроэнергии в год. Это годовой объем потребления примерно от 20 домохозяйств. Чэн Цзяин, Си Джи Тян Это были новости из Китая. Спасибо за внимание и увидимся на следующей неделе в эфире программы «Восточный альянс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин